Я когда смотрю на таких молодых людей, я не знаю, сколько им, 17 лет или 19 с половиной, но, Стасия, ты правда, слава Господу. Ну да, наверное, ты совершеннолетняя, раз ты сама путешествуешь. Да, я хотела сказать, что у меня тоже есть определенное объявление, свидетельство. Повторюсь, когда я смотрю на таких молодых людей. Я хочу, чтобы наши дети были такими же. И я начала проходить новое обучение. И там такая была фраза, которая меня коснулась. Что дети по всему миру, это самая недостигнутая группа. И не нужно ехать ни в какую Африку и Кению. Достаточно посмотреть на тех детей, которые окружают нас. И самый принимаемый возраст у детей. И наиприемливее возраст на детском. Как вы думаете, сколько лет? Сколько години? До школьники. Приди... До школьники. Приди училищный возраст. До семи лет. Приди следом години. Это тогда, когда дети верят в все, что мы сказали. И если в этом возрасте ребенок уверует в Иисуса Христа, то это будет его единственная вера до конца своих дней. Если до 12 лет ребенок не уверовал, то вероятность снижается практически до него хуже достучаться, чем до взрослого человека. И для того, чтобы все-таки достичь подростков, и сформировать определенное окружение нашим детям. Мы с Сашей стали делать подростковые завтраки по субботам. Это идеальное время, когда можно было поспать, поехать на море, выпечать кофе, но мы встаем и готовим блины. Мы просто накрываем на стол и приглашаем подростков. Мы с ними общаемся. Мы молимся. Свидетельствуем. Вчера им посвидетельствовало, что после их молитвы за меня я быстро восстановилась. У них округлились глаза. И дети приходят, мы даже не знаем, что их приводит. И не знаем, как боги кара дойдут. Да, но они приходят. Саша разговаривает на разные интересные темы. Саша говорит на различные интересные темы. Деньги, инвестиции, менеджмент. Париты, менеджмент, инвестиции. Короче, чем мы сами живем? Им все интересно. Слава богу. Также мы не хотим отпускать наших маленьких детей. Потому что мы хотим, чтобы они были как Стася. И как другие молодые ребята, воспитанные в духе. Поэтому я сейчас прохожу обучение. И слава богу, Алеша сегодня меня спросил. А когда мы будем уже учить детей по новому пособию? Я говорю точно, в следующий раз. И меня это радует. И те плоды, которые мы... Вернее, те семена, которые мы сеяли на протяжении последних 10 лет. Они дают хорошие плоды. Ну, как свидетельство хочу рассказать. Я изучаю одни материалы по работе. И я взвешиваю. Можно эти материалы давать своей команде? В которых я вкладываю Слово Божье. Или не можно? Я слушаю, пропускаю через себя. И приходит Злата. И говорит, мам, что за бред ты слушаешь? Вот так раз работает развлечение духа. Ну ладно, думаю. Одна так среагировала, окей. Я продолжаю слушать эти материалы. Приходит Алёша. И два Алёша. Алёша. Что же за бесовщина? Бесовщина. Дух другой. И для меня это тоже подтверждение, что наши дети, они духовные. И не важно, какой у них мозг, что в них маленькое тело, в них точно такой же дух, как во взрослом человеке. И в следующее воскресенье у нас будет причастие во всей церкви. Дети наши принимают причастие. Мы будем начинать первый урок по новым пособиям. Приглашаются дети до 12 лет. Кому, кто старше, приходит в субботу. Мы там тоже это будем практиковать. На их уровне. Кое-то по возрасту. И до едва в субботу, все, что ты говорил, практикованный, но на повисок у него. Да. И наша цель, когда взрослые будут находиться в определенном, ну как бы нестабильном состоянии, нуждаться в помощи. Я верю, что дети смогут им служить намного проще и быстрее, чем постареят церкви. Потому что у детей нету столько ограничений в голове. Потому что они максимально быстро принимают Слово Божье. И если сравнивать виды почв, то у дошкольников почва самая благоприятная. предучилищно-вызрослым от наих обоих землях за сей там. Поэтому молитесь за нас. Молитесь за нас. Потому что такие служения мы можем проводить где угодно. Такие служения можем ездить на миссии. Нам нужно просто немножко опыта, навыка и времени. Просто не требуем повече опыта и навыки. Спасибо. Спасибо.